Сфера послевоенных бараков страны советов в новом спектакле первого русского. Зелёную зону по пьесе Михаила Зуева режиссёр Евгений Марчелли впервые поставил в небольшом городе Советске. На сцене телезид театра спектакль шёл более 10 лет. Позднее Марчелли поставил зелёную зону в Омском театре. И вот решил рассказать эту историю с Волковской сцены. Звучать она будет по-новому. Актёры признаются, работать пришлось по-стахановски. Репетиции шли в новогодние праздники. Это о людях, которые живут в бараке, которые мечтают переселиться в пятиэтажный дом. Потому что для них это рай. То есть мы с вами понимаем, что мы сегодня говорим о хрущёвках, о чём-то убогом и забытом. Откуда мы хотим вырваться. Они живут мечтой о том, чтобы перебраться в эти хрущёвки из барака. Мечта не сбывается, к сожалению. Но они не теряют надежду. Потому что когда-то всё равно переедут. Герой Владимира Майзингера, пожалуй, самый благополучный из персонажей этой пьесы. Он является старостой барака. Живёт в согласии с женой, воспитывает сына-подростка. Но в семье очень неуютно в маленькой комнатушке с тонкими стенами. А вот актриса Галина Ефанова играет бабушуру, которая воспитывает единственную внучку. Пожилая женщина страшится переезда в новую пятиэтажку, ведь её могут поселить в квартиру на пятом этаже. А это очень неудобно в пожилом возрасте. Сама же актриса вспоминает, в коммуналках жили одной большой семьёй. И работа в этом спектакле вызывает у неё ностальгию. Когда я уже вышла замуж и родила, и мы жили всё равно в коммунальной квартире, и оставлять ребёнка можно было совершенно спокойно, потому что никого чужого не подпустят. Всё сделают, помогут, накормят, спать уложат, если надо. То есть это другая атмосфера была. Сложнее всех пришлось молодёжи. Актёр Антон Полетаев представление о советском прошлом получил из рассказов старших коллег. Чтобы добиться большей реалистичности, в спектакле используют мебель тех лет. А гардероб для своих персонажей волковцы подбирали сами. Костюм, всё, значит, на подбор. Вот это, значит, это уже мои какие-то изыски, так сказать. Колени растягиваем каждый день, чтобы почувствовать себя немножечко таким вот человеком. Сюжетные линии в этой постановке рассказывают истории сразу нескольких семей. А смену сцен с большого экрана сопровождают фотоснимки из прошлого.